Лачин району, я уверен, что все это было. Восстановлению нашей независимости не исполнилось и года. Ненавистный враг уже перешел к открытой агрессии против нас. К сожалению, не тогдашнее руководство Азербайджана, не стремившиеся к власти оппозиционные силы, не смогли осознать свою ответственность. А зачастую и те, и другие совершали предательство. За сдачей Лачина армянам стояли коварные политические намерения. Тандем Энафа-Мусават рвался к власти. Для того, чтобы любыми путями захватить власть, он даже не побрезговал самыми грязными деяниями. Можно сказать, сдал врагу Шушу, Лачин. Посмотрите, даты освобождения Лачина и нашей сегодняшней встречи здесь также имеют символический смысл. В мае был оккупирован Лачин, и в мае лачинцы вернулись в Лачин. Правда, через 31 год. Но мы вернулись. В апреле 1993 года был оккупирован Кельбаджар. Уже в результате предательства тех, стремившихся к власти и захвативших ее сил. Установив в апреле погранично-пропускной пункт в Лачинском направлении Азербайджана армянской границы, мы полностью восстановили свою территориальную целостность. То есть между этими датами есть связь. Хотя в то время Азербайджан и жил как независимая страна. Он не мог проводить независимую политику. Азербайджан был слабым, бессильным. Происходившие в стране разрушительные процессы фактически поставили под сомнение только что обретенную независимость. Страна была охвачена экономическим, политическим, военным кризисом. Шла борьба, можно сказать, война за власть. Разгоралась гражданская война. Причиной всего этого тогда была приглядная деятельность тандема Народный фронт Мусават. В этом месяце мы отметили столетие великого лидера Гейдара Алиева. И до конца года мероприятия будут продолжаться. Именно с приходом Гейдара Алиева к руководству Азербайджан смог встать на ноги, вступить на путь развития. Был положен конец гражданской войне. С октября 1993 года, после того, как он был избран президентом, по сегодняшний день Азербайджан зарекомендовал себя как пространство стабильности, образцовая страна в мире. А в то время ситуация была совершенно иной. После оккупации Лачина, Кельбаджара и Шуши армянские вооруженные силы, естественно, получили большое военно-стратегическое преимущество и смогли захватить и другие наши земли. Вам хорошо известно, что на протяжении многих лет я старался, чтобы мы положили конец этой оккупации путем переговоров. Это еще раз показывают переговоры, которые я вел около 20 лет. Но и вы, и весь азербайджанский народ, и вся мировая общественность хорошо знали и знают, что Армения не хотела по доброй воле покинуть наши земли, не хотела выходить с оккупированных земель. Армения просто ради видимости, для того, чтобы обмануть международных посредников, ввести в заблуждение международную общественность, выдвигала предложение о том, что да, они якобы готовы вернуть пять районов, но Лачин и Кельбаджар должны навсегда остаться в их руках. Мы же никогда не могли бы согласиться с этим. Я всегда говорил, что наша территориальная целостность должна быть восстановлена полностью. Сегодня, благодаря героизму победоносной азербайджанской армии, мы добились этого. Мы на поле боя нанесли поражение врагу. Если бы это произошло путем переговоров, было бы лучше. Но я говорил, что мы должны быть готовы к любому варианту. И каждый из нас должен приближать и приближал день освобождения. В период проведения переговоров мы укрепили нашу экономику. И сегодня ни от кого не зависим. Мы являемся одной из редких стран в мире, которая экономически полностью независима. Мы приумножили нашу политическую силу. Сегодня с Азербайджаном считаются. По меньшей мере, в вопросах региональной безопасности и развития без согласия Азербайджана не может быть реализована ни одна инициатива. Я говорю, по меньшей мере, в региональной. Но в то же время сегодня во многих вопросах мирового масштаба позиция Азербайджана считается важной.